МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кроме того, в городе не вывозят мусор. Госслужащие не вышли на работу, чтобы поддержать митингующих в аэропорту Ганновер-Лангенхаген. Я мать-одиночка. Моей дочке 4 года. Я ей каждый день отвожу в ясли. Слава богу, сын у меня взрослый. Он уже ходит в школу. Но из-за маленькой дочери мне придется остаться дома. Это для меня очень и очень плохо. Скорее всего, мне придется всех своих троих детей брать на работу. Никого это, конечно, не устраивает. Но что делать? Тем временем персонал центральной больницы Ганновера от участия в протестах отказался. Все медики вышли на работу ввиду сильной волны гриппа. Протесты прошли и в других городах Нижней Саксонии. В частности, в Брауншвеге, Меппене, Льюненбурге, Оснобрюке, Штаде, Бремерхафене и Геттингене. Среди прочего, профсоюзы требуют 6-процентной прибавки к жалованию. Это как минимум на 200 евро в месяц больше. Сейчас продолжаются переговоры по этому поводу. Разочарование коллег просто огромное. И у нас такое чувство, что водители общественного транспорта слишком низко ценят. Поэтому и не хотят повышать зарплаты. По словам организаторов, двух главных забастовков в Ганновере и Бремене приняли участие около 8 тысяч человек. Семеро школьников и учитель пострадали от нападения в Берлине. Двое злоумышленников атаковали их газовым баллончиком. Это произошло в кафе на центральном железнодорожном вокзале. По предварительной информации полиции, у учеников возник конфликт с двумя неизвестными. Во время выяснения отношений те пустили в ход газовое оружие. Распылив содержимое баллончика, на оппонентов нападавшие сбежали. Пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы. США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением по отравлению в Солсборе. В документе сказано, что отказ России ответить на вопрос Лондона о покушении на Сергея Скрипаля только подтверждает ответственность Москвы. Очень печальная ситуация. И похоже, что за ней действительно стоят русские. Произошло нечто, чего никогда не должно было случиться. И мы относимся к этому крайне серьезно. За последние несколько дней между нашими службами безопасности велся постоянный диалог о том, что произошло в Солсборе. Все заставляет нас думать, что к этому причастна Россия. Трамп, Мэй, Меркель и Макрон отмечают, что военное нервно-паралитическое вещество «Новичок», разработанное в России впервые после Второй мировой войны, использовано для нападения в Европе. Лидеры стран призвали Кремль прокомментировать ситуацию, а также полностью раскрыть программу «Новичок» организации по запрету химического оружия. Такие же тезисы звучали и на экстренном заседании Совбеза ООН. «Сейчас мы знаем из показаний российского ученого Вилла Мерзаянова, что «Новичок» разрабатывался как часть советской военной химической программы, унаследованной Российской Федерацией. Заводы, производящие такие вещества, должны быть раскрыты согласно Конвенции о запрете химического оружия». Позицию Великобритании поддержали и в НАТО. Между тем Россия настаивает, доказательств ее причастности к покушению на Сергея Скрипаля и его дочь нет. «Вот у меня один вопрос. Когда та или иная делегация делает заявление о том, что она солидаризируется, например, с заявлениями госпожи Мэй, они на основе чего это делают? Им что, кто-то какие-то данные передавал? Если передавали, вы что, их скрываете?» А главный дипломат России анонсирует ответ на высылку 23 своих коллег из Лондона, о котором накануне заявила британский премьер. «Вы понимаете, что этот ответ мы, как вежливые люди, сначала доведем до наших британских коллег». Тон общения между странами накаляется. В ответ на действия Москвы Лондон обещает новые меры. «То, что Россия сделала в Солсбуре, абсолютно ужасно и возмутительно. Мы ответили на это. Если честно, Россия должна отойти и заткнуться. В противном случае мы рассмотрим другую реакцию». Как воздействовать на Кремль, обдумывают и партнеры Великобритании. «Мы полностью доверяем расследованию наших британских партнеров. В ближайшее время Франция будет поддерживать контакты с властями Великобритании на высшем уровне, чтобы выработать наш ответ». Тем временем в Солсбуре, где 4 марта в бессознательном состоянии обнаружили шпиона-перебежчика с дочерью, прибыла глава британского правительства. Тереза Мэй решила лично пообщаться с жителями города, в чью спокойную жизнь так внезапно ворвалась большая политика. «Я хочу поблагодарить экстренные службы, полицию, медиков, которые помогают в расследовании этого дела, чтобы добраться до истины и узнать, кто за этим стоит, и дать ответ общественности». В Солсбуре продолжают работу следователи и войска химзащиты. Пострадавшие при покушении Сергея Скрипали и его дочь Юлия, а также пришедшие им на помощь полицейские, до сих пор в реанимации. Соединенные Штаты ввели санкции против российских интернет-троллей. В черном списке 19 граждан и 5 организаций. Вашингтон считает их причастными к кибератакам и вмешательству в выборы президента Соединенных Штатов 2016 года. Об этом в четверг сообщило Министерство финансов страны. Среди фигурантов списка 12 человек, которым уже были вынесены обвинения прокуратурой, а также два сотрудника ГРУ. Под запрет попало и так называемое агентство интернет-исследований. По слухам, оно принадлежит Евгению Пригожину, которого также называют поваром Путина. Обитателей знаменитого дома на улице Савушкина в Санкт-Петербурге обвиняют в пропаганде и хакерских атаках, которые в результате склонили американских избирателей отдать свои голоса за Дональда Трампа. Россия все обвинения отрицает. Столкновение в центре приема мигрантов Мория на греческом острове Лесбос. Ранены 8 полицейских, пытавшихся восстановить порядок. Беспорядки устроили примерно 150 беженцев и мигрантов. Они недовольны тем, что их держат в лагере бесконечно долго, и они не могут покинуть остров. Протестующие подожгли мусорные баки и атаковали полицейских, прибывших наводить порядок. В ответ те использовали шумовые гранаты. По данным миграционной службы, инфраструктура лагеря не пострадала. В последние дни в центре приема в Мории растет напряженность. Во вторник и в среду трое мигрантов угрожали самоубийством, взобравшись на столбы линии электропередачи. Один из них получил удар током. Буквально в декабре в этом центре масштабный конфликт вспыхнул после того, как представители различных народов не договорились о порядке пользования туалетными комнатами и душевыми. Ранее Amnesty International обращала внимание на переполненность лагерей, антисанитарию и несоблюдение безопасности в центрах на Лесбосе. Словакия осталась без правительства. Из-за политического кризиса, возникшего в стране после убийства журналиста Яна Кучика, премьер Роберт Фитца подал в отставку. Правительство останется работать до назначения нового. Сформировать его президент Анджей Киско уже поручил заместителю Фитца поправящей партии. То, что должность премьера должна остаться именно за этой политсилой, было одним из условий, по которым Фитца согласился уйти в отставку. От имени партии Мостхид я должен сказать, что мы высоко ценим решение премьер-министра, потому что считаем, что это может привести к урегулированию ситуации, чего здесь требуют некоторые люди. Новое правительство, новая ответственность, и мы продолжим работу, которую начали два года назад. Журналиста-расследователь Яна Кучика и его девушку застрелили в Словакии 26 февраля. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность погибшего. В отставку подал и премьер-министр Словении Мира Церар. Но того причина менее драматична. Верховный суд страны поломал его главные планы. Он отменил решение о строительстве железной дороги Копера-Девача, которое поддержали на референдуме в прошлом году. Глава правительства отметил, что решение суда стало последней каплей, которая переполнила чашу терпения. Старые силы просто не позволяют нам работать для будущих поколений. Они заботятся только о своих собственных партийных интересах. Страна сейчас в значительно лучшей форме, чем в 2014 году. Я решил передать прошение об отставке Словенскому национальному собранию. Копер является крупным морским портом Словении на Адриатике. Строительство железной дороги было основным инфраструктурным объектом нынешнего правительства. Из-за решения премьера в стране на месяц раньше проведут выборы. Они должны были состояться в июне, но в президентской канцелярии не исключают, что голосование перенесут на май. В Италии арестовали мужчину, планировавшего теракт в детском саду. О том, что он готовит самодельную бомбу, итальянским правоохранителям сообщили коллеги из ФБР. Житель города Витербо в социальных сетях восхвалялся и Фулусаипова, которого обвиняют в убийстве восьми человек во время теракта в Нью-Йорке в прошлом году. Во время обыска в квартире подозреваемого были найдены материалы для изготовления бомбы, а также два пневматических пистолета и холодное оружие. Золотой дождь в аэропорту Якутска. Там при взлете у самолета, перевозившего партию драгоценного металла, оторвалась створка люка. В результате слитки усыпали взлетную полосу. Всего на борту находилось 9 тонн золотого сплава. На асфальте оказалось более трети ценного груза. Весь металл удалось благополучно собрать. Почему возникла аварийная ситуация, выясняют. Известно, что экипаж сам готовил самолет ко взлету, и судно, по их словам, было исправно. В сотне плюшевых медведей на ступеньках берлинского концерт-холла в седьмую годовщину гражданской войны в Сирии немецкие активисты решили привлечь внимание к проблемам самых маленьких беженцев из горячей точки. Организаторы акции World Vision Germany говорят, что 740 медведей представляют 740 тысяч детей-беженцев, у которых нет доступа к образованию и развитию. 740 тысяч детей-беженцев, которые не имеют доступа к школам. Они не только потеряли свой дом, когда им пришлось бежать из Сирии, без должного образования им не светит никакого будущего. 18-летний сирийский беженец, один из участников берлинской акции, говорит, что счастлив получить образование в Германии, ведь дома он лишь наблюдал, как гибнут друзья. Мы попали под массивную бомбардировку в деревне Саида. На тот момент мы были в школе, и мой лучший друг был убит. Еще 102 человека получили ранения, в том числе учителя. Один из них потерял глаз. Парень напомнил о тысячах сирийских детей, которых содержат в лагерях на границе с Иорданией. Им вовсе не до знаний, ведь воду, например, им подают 2-3 раза в месяц. Я знаю, что там много бомбежек, и дети там не чувствуют себя в безопасности. Много беженцев, и ситуация просто ужасна. Я пожертвовала некоторые из своих игрушек в лагерь мигрантов неподалеку от нас. Медведи, использованные во время памятной акции, позже будут переданы маленьким беженцам в Берлине и Иордании, обещают организаторы.